Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Лех-Леха и сегодня постараемся рассмотреть войну. Написано в главе Лех-Леха и было во время Амрафеля царя Шинара. Наши мудрецы говорят, что это Немрут, никто иной, как сам царь Немрут. Арьоха царя Айрасара, Дарла Амера царя Илама и Кидаля царя множества народов вели они войну. С Берой царем с дома, с Биршей царем Анморы, с Шинавом царем Адмы, с Шимовером царем Цваима и царем Белы, она же царь. Наши мудрецы говорят, это не имя царя, что его звали Белла, а это название местности. Написано дальше, что 13 лет служили они к Дарла Амеру, или 12 лет служили к Дарла Амеру. И разбили Рифаим в Аштырот Карнаиме, Зузим в Гаме и Мимшевой Кирятаеме, и Хореев на Гореи, и Гдэль Парана, а также повернули Вен Мешпад, он же Кадеш. И разбили весь Танамалека, а также и Мореев, живших в Хасацион-Тамаре. То есть они поразили великанов, они поразили величайшее царство. Настолько мощная Вавилонская армия была, что расправились с ними на раз. А как мы узнаем, что они убили людей? А написано в книге Дворим, что только Ох уцелел из всех Рифаим. То есть этих великанов Вавилонская армия просто уничтожила. Один Ох только сбежал, остался в живых. После этого написано, что они, все они соединились в Далине Сидим, ставшем Морием Соленым. И написано, что вступили они в войну к Дарламер, и цари, что с ним вступили в войну с пятью царями с Домской долины. Мы уже о них говорили, вот четыре царя с пятью. Войла страшная война. Естественно, Дарламер и цари, что с ним, победили и жители с Дома Аморы, Адмы Своим и Цаар. Цари с Дома Аморы бежали, и они упали в ямы, смоляные ямы. Фактически выжить там невозможно. Но Всевышний их пожалел. И написано, что пришел беглец к Авраму-еврею и сообщил, что Лот родственник его пленен. Зачем нужно было пленить Лота и не убивать? Зачем это нужно было Амрафелию, Немроду? Очень просто. Лот был копия Аврама. Они схожи были, как две капли воды, внешне. С одной семьей они. Аврам протестовал Немроду, вплоть до того, что он его в печку Аврама бросил. Всевышний его спасает. Он подарил ему еще и раба Элеезера в подарок, который стал впоследствии его царем Башана. И вот теперь есть возможность ввозить его, как пленника, в клетки этого Лота. И Всевышний говорит, что вот это Аврам. И теперь он говорит, что он уже согласен, что Немрод настоящий Бог. Какая у него была цель? Что делает Аврам? Написано, что он взял своих воспитанников, домочадцев, 318 человек. И у него были три союзника. А на эрошколе Мамрея. Написано, что ночью он бросился на эти армии в рассыпную, бил и преследовал Доховы. Доховы. Как он мог это делать? Как он мог их преследовать? 318 человек. Когда это настоящие армии, которые разбили великанов, которые победили в Домскую долину. Как это может быть? А наши мудрецы говорят, а он и не пытался. Он просто сел с ними учить Тору. А 318 соответствует числу имени Элезер. Он отправил одного Элезера, то есть будущего Оха царя Башана. И он их всех передавил. Все эти четыре армии были разгромлены. То есть, когда его народ великанов уничтожали, он сделать ничего не мог. Сам Елезер остался. Но в руках Аврама. Он получил благословение. И с этим благословением он их просто передавил. Потом написано, что вышли цари, царь с дома, просят его, чтобы он забрал все имущества, которые забрали эти цари. Аврам их отвоевал, получается. Только верни нам души. Аврам говорит, что от нитки до ремешка от обуви. Я у тебя не возьму, чтобы ты не сказал, что ты обогатил Аврама. Потому что праведнику нечистивца не должен ничего брать. Наши мудрецы пишут, что в будущем будут люди работать только на людей, которые живут по законам Всевышнего. И не захотят работать никогда у человека, который живет не соблюдая это. Аврам уже был таким человеком. А люди, которые ходили со мной на войну, мои союзники, они, наверное, в школе Мамре, это их дело. Если они захотят, пусть берут свою долю. Такая ситуация невероятная. Он отказывается. Тогда написано, что Малки Цедек, царь Шелема, он был священник Бога Живого, то есть Коин, он благословляет Авраама, благословляет Авраам. После этого благословляет Всевышнего, благословляет Бог, который все это дал. Но так как он был священник, Коин, первосвященник, Шелема-то Ярушалаем, первым на земле, он не мог допустить такие слова, что сначала был священник человека, какой бы он великий, не был, а потом Всевышнего. Всевышний забрал у него Коинство и отдал это Коинство Аврааму. Теперь Авраам и его потомки могут быть Коинами. И Всевышний говорит, за то, что так сделал, то награда твоя очень велика. Авраам обещает Браху, невероятный Всевышний. Авраам говорит, я хожу бездетный, ведь ты мне дал потомка, и вот мой домоправитель, это Елизарь из Дамаска, он мне наследует. Всевышний говорит, не будет тебе наследовать это, но лишь прямой потомок твой будет наследовать тебе. И обещает нам, что будет потомство твое светить, как звезды, и как будете в численность твой песчинки на морском берегу, которые нельзя сосчитать от множества. Естественно, конечное число у песчинок есть, но его кроме Всевышнего никто знать не может. Это не человеческого ума понять, сколько это будет. Такое невероятное благословение Авраам получает. Что было дальше, будем читать дальше, завтра уже. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Хая, Малка бот Йосим, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Память и Яков бен Ахум, Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина пер бот Сони Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берт, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Клара, Леон бен Клара, Рафаэль бен Клара, Ольга бот Светлана, Йосиф бен Сара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Яков, Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бот Берта, Берта бот Фейга, Марк бен Нина, Ира бот Вера, Хана Цепора бот Сара, За Мазл Парнаца Сгула, Ирина бот Ури, Орона Рябин Ри, За Гороший Дух, Орона Рябин Двойра, Днис бен Ахум, Амигак бот Сара, За Парнаца и Берют, Владимир бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха Парнаца Кавана, Мазл Тол, что мы в это время не грешили, читали Тору. Всех все самое наилучшее, пусть закончится скоро эта страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, настоится завтра в 15.30. Шалом!